Всем привет, с вами RetroForce. Пришла ко мне очередная посылка от Юрия с канала VideoGameBeat. В этой посылке у нас находится приставка Denzi и вот такая вот еще портативка. Это Mega Drive Portable. Это подарок от Юрия, за что ему большое-большое спасибо. Либо модель данной приставки WG1629 Mega Drive Portable Arcade. Вот такая вот классная приставка. Наверное сделаю отдельный обзор, так как здесь нужны батарейки. Сейчас пока у меня их нет. Так, отложим сейчас в сторону. И вот сама приставка. Это приставка Denzi Junior 2 модель. Как бы есть Denzi Junior, а это Denzi Junior 2. Ну, суть не в этом. Суть в том, что у нее несъемные джойстики. И эти джойстики, как сказал Юрий, нужно переделать, чтобы можно было подключать джойстики к портам. То есть мы уберем вот эти вот встроенные джойстики и делаем с портами отсюда. Делаем вывод такой из этого места заднего. И сделаем с портами. Ну, в принципе, чем удивительнее это Junior 2, то что вот крышка у ней стала такая вот круглой, более круглой, овальной. И здесь такая закругленная форма. Приставка не квадратная, немного измененная. Также и в братской картридже. Кстати, он очень мягкий. В отличие от обычного Junior кнопочка. Здесь вот даже есть такая типка, как индикация, полоска красная. Что еще у нас есть тут интересного? Вот так вот с задней стороны наклейка. Power Consumption какой-то. Ну, вот так вот серийный номер. Гарантийная пломба. На английском написано варантии, гарантии. Вот такая вот приставочка. Ну, что тут еще джойстики? Вот такие вот. Как известно, для младшего брата все троллят. Ну, да, это было действительно для самых младших, неумелых игроков. Вот этот вот джойстик без старта и селекта давал нам брат поиграть. А сам играл вот в это. Редко удавалось, когда забрать у него первый джойстик. И то он либо уходил куда-то, либо к каким-то причинам отходил. Быстрее брали вот этот вот главный джойстик, чтобы поиграть. А он взял вот этот вот младшего. Ну, вот такие вот были случаи. Ну, самые обыкновенные джойстики. Преимуществом этих джойстиков от первого джойстиков, то, что они круглые, вот эти крестовины. Вот. А у обычного джойстиков они такие вот, там, прямоугольные. И вот эти вот джойстики были очень классными. Ещё я помню, не помню точно, по-моему, первый был вот с прямоугольными или с круглыми. Но суть в том, что джойстики тогда поменялись, и это было очень заметно. То, что на круглых было удобнее играть, чем на прямоугольных. Ну, потом мы привыкли и на прямоугольных. И тогда был какой-то конфуз такой, типа, разочарование, то, что из круглых стали прямоугольные крестовины. Вот так вот. Ну, что ж, я её стараюсь сделать, отмодифицировать, поставить порты. И будем подключать джойстики. Ну, порты будут, наверное, 9-ти пиновые, скорее всего, более компактные, чем 15-ти пиновые. Ну, вот, в принципе, всё на этом. Что насчёт внутренности? Внутренности здесь вот такие. Вот такая вот цельная плата. Здесь подписано TB36010A. Сейчас немного увеличим. Вот. Резистор. Точно не знаю, для чего он. Ну, что-то ограничивает ток на ножку процессора. Идёт, скорее всего, на звук. Здесь была, видимо, подпаянная дорожка, чтобы она крепко держалась под питание. Видимо, здесь какой-то был обрыв. Чинили её. Вот. Сами там вот провода, куда подключаются джойстики. Не рассоединялись они вот здесь вот. А чисто просто они были вот сюда подключены. И всё. Порт расширения. Здесь видно вот такая вот пробоина. Рассоединение, видимо, вот самой, как бы, платы RF. Сигнал, видео, аудио. Ну, здесь могли просто они как бы отломить, там разрезать, чтобы была замена, допустим, вот этой вот платы. Вот. Можно было рассоединить. И вот к этим контактам можно припаяться, если в случае чего. Некоторые платы, они могли гнуться, ну, тут немного есть такая возвышенность. То есть, могли деформироваться из-за того, что здесь вот пробоины есть такие вот. То есть, могла плата деформироваться. Так, разобрал я плату. Сейчас я покажу, какой здесь процессор с обратной стороны. Вот он, красавчик. Вот так вот. Сейчас переверну. Это процессор UM6561T. Тут под ним как раз идёт вот капля. Под этим процессором. Там её не видно. Здесь вот RF-модулятор. В принципе, хорошо выполнено. Здесь есть радиатор такой неплохой для отвода тепла стабилизатора. И синий. Самый лучший, наверное, разъём для Dendy. И вот они, как раз вот несъёмные пины. Нужно будет здесь распиновку. Узнать, какой провод идёт. Обозначает там плюс-минус, клок, дата. И потом здесь вывести провода. Вывести провода с портами. Процессор здесь работает на частоте 26601 МГц. Это паловская Dendy. Кнопочка Reset такая вот мощная, хорошая. Ну и вот такая кнопка питания. Кнопка как раз похожа как от Famicom. Тоже добротная и качественная. Вот, заказал как раз вот такой провод. 9-ти пиновый. Ну это комуский провод. RS-232. Он запакованный. Сейчас мы распакуем его. Вот он провод комуский. Вот я его как раз буду приделывать. Отреживаю по половинке. Он длинный, по-моему, метр двадцать сантиметров. Такой вот длинный провод. Это будет достаточно. Вот какой он длины. Даже ещё придётся регулировать расстояние. По толщине, в принципе, он чуть-чуть потолще оригинального провода. И вот эту вот штуковину, заклёпку, чтобы провод не двигался, она тоже будет сделать. Посмотрим, как всё это получится. Ну, в принципе, небольшой такой вот комский порт. То есть, вот сюда вот так вот. Например, на такую длину так сделать. Чтобы он, в принципе, как бы... А, всё развалилось. Двигался хотя бы вот так вот. Чтобы нормально можно было подключить джойстики к этому порту. Теперь осталось только узнать распиновку, припаяться. И, наверное, будет результат. Разобрал я джойстик. Вот такая вот плата. Модель LF668. Модель. Здесь вот видите, как от крестовины углубление сделалось. Кратор такой. Вот такой вот. Углубление проделало крестовины. Здесь капля. Ну, плата такая, 90-е. Прикольная. Сейчас надо будет всё это прозвонить, распиновку узнать, какая здесь. Распиновку я сделаю отдельно. Выложу я её, наверное, скорее всего, в группе ВКонтакте. И, чтобы каждый мог знать у этой модели, где куда провод подключён от джойстика. Где там плюс, где минус, где клок дата. И всё это можно будет вам починить там. Или сделать типа такую же вот модификацию, которую я собираюсь сделать. Ну, подключить вот эти вот как бы отдельные разъёмы для джойстиков. Итак, я поковырялся в распиновке и немного разобрался, что как куда подключать. Вот это плата модели LF668. По сути, они все имеют один стандарт по распиновке. То есть, получается, я тут вот схему нарисовал немного, что куда подходит. Получается, первый контакт, это у нас всегда плюс. Первый контакт. Второй контакт, это у нас земля. Третий латч, четвёртый клок и последний, это дата. Вот. Для порта я уже отметил то, что вот второй, это у нас клок. Третий идёт латч, четвёртый коннектор идёт дата. Седьмой идёт земля. И пятый плюс, это девятый. Вот. Так, и что меня удивило, то что вот сюда идёт вот к портам. И есть вот такая схема. Это от Dendy приставки. Здесь мы видим вот эти вот такие вот соединительные линии, как бы, где плюс, где там клок, где земля. Но здесь эта схема вообще не подходит вот к этой Dendy Junior. Так что будьте внимательны. Я посмотрел, и то, что вот здесь вот накидал, это вот как раз вот тот самый порт вот идёт. Вот первый и второй. Они, в принципе, одинаково идут по распиновке. И вот этот вот порт я расписал. Ну, если так посмотреть, если мы видим, что идёт первая, это как бы дата 0, но у нас идёт как бы на Junior 2 плюс 5 вольт. Ну, вообще не сходится, можно так сказать вот. Вот, то есть у нас идёт на Junior 5 вольт, идёт, потом клок, латч, дата, земля. Но на схеме тут совсем по-другому. Тут дата идёт, вот, латч, клок, 5 вольт и земля. То есть совсем не сходится. Если я бы делал вот по этой вот схеме, то я бы, наверное, скорее всего, спалил бы все порты. Ну, и здесь вот как раз я решил посмотреть, куда же ведут вот эти вот все, как бы, клоки, латчи, дата к процессору. И я убедился в том, что они вообще не сходятся по номерам, куда что идёт. Ну, вот, допустим, у нас вот клок идёт вот ко второму пину. Это первый порт джойстика. И второй порт джойстика идёт к тридцатому пину процессора. Но здесь у нас, если посмотреть внимательно, вот 22-й. Вообще тут VA9 идёт, видимо, к порту вот эту вот, как бы, к разъёму картриджа. Ну, вообще, то есть не сходится. Поэтому вот если кому нужно, вот для процессора TA65-61T, вот эти вот как раз вот распиновки, дата, латч, клок идут вот к процессору, вот к этим вот номерам. Ну, я разрисую это всё, наверное, отдельно. Это я так вам вкратце показываю, что совсем отличается. Здесь, по сути, вот, если так посмотреть, здесь нету буковки T. То есть процессор должен быть вот такой вот по схеме. И тогда схемы вообще нету в интернете, я не нашёл. И здесь это, скорее всего, от первого джуниора. И нужно будет всё это, как бы, проверять. Все эти схемы, что куда идёт. Иначе можно спалить порт. Ну, ладно, эту схему мы отбрасываем пока. Вот модель самой платы 8T83610A. Это вот Dendy Junior 2 как раз. И вот эти вот как раз идут порты к джойстику. Data, то есть давайте сверху пойдём. Вот плюс 5 вольт идёт вот к 31-му пину процессора. Клок идёт к 22-му. Это порт 1-й к 30-му, порт 2-й. Латч идёт от порта 1-й к 26-му пину процессора и к 26-му. То есть они соединены вместе, два порта латч. Дата идёт к 19-му пину, порт 1-й. И к 20-му порт 2-му джойстику. Земля идёт к 15-му и к 72-му. И, кстати, вот эти вот пины 15-й и 75-й идёт как экран процессора, чтобы не было полос. То есть, если вы посмотрите, здесь вот есть экран. Вот он, такой вот, в клеточку. Это вот как раз идёт к 72-му пину. Тут соединён. Вот так вот. И вот ещё две полосочки такие, если вы видите, то это у нас 15-й пин. Это экранирует, как бы, саму каплю. Там капля внутри экранируется от помех, чтобы не было вот этих вот полос. Не знаю, как снизу. Там вот не видно, конечно, экранированный или нет. Но желательно, чтобы там был экран под низом. И это будет ещё лучше. То есть, уберёт ещё полосы, я так думаю. Но это всё надо распаивать. Вот эти вот все пины, всё распаивать. Это такой ещё геморрой. Чтобы там... Ну, здесь вот есть какой-то экран. Но на экран только вот не знаю для чего. Он вообще не нужен здесь. Ну, он должен быть с обратной стороны и полностью, скорее всего. Чтобы каплю закрывало. Эту распиновку я как-нибудь разрисую покрасивее. Чтобы попонятнее было, что куда что подключать. Чтобы на Dendy Junior 2 не спалить вот эти вот, как бы, порты и сам процессор. Если вы плюс 5, допустим, как-то перепутаете, он пойдёт куда-нибудь на лач или клок. И это может погубить сам процессор, замкнуть. Ну, всё, тогда осталось мне припаять. И, наверное, будет конечный результат. И протестируем ещё Dendy. Посмотрим, как всё это будет работать. Да, хотел ещё дополнить. То, что вот такой вот полноценной схемы для OM6561T нет в интернете. Я не нашёл. Там есть одна схема для подключения видео-аудиосигнала. Там кварца, такая простенькая, чтобы вывести АВ-выход на телевизор. А вот такой вот полноценной для Т-шки процессора нет. Всё я аккуратно припаял, всё разложил провода. Здесь вот так вот проложил этот RS-232-й провод. Здесь заглушки от старых джойстиков. Ничего не отрезал. Всё аккуратно здесь сделал. Влитые прям вошли эти провода. Очень крепко держатся. Вот такой вот длины 12 где-то сантиметров и длины. Попросили сделать, чтобы он был вот так вот сюда вот загибался. Там или приклеился. Не знаю. Это не моё желание. Вот такие вот, в принципе, пойдут. Ну, в принципе, загибаться будет. Удобно. Мне тоже как бы это нравится. Всё это, конечно, длинновато. Ещё вот этот вот провод здесь лишний, по сути. Он как бы, не знаю, автор, кто это паял. Видимо, и думал, что здесь опять переломится. И вот сделал такой провод. Ну, я думаю, наверное, оставлю его. Пускай будет. Вот. В принципе, не мешает. Здесь вот я отрезал чуть-чуть. Семь был, как бы, вот эта вот ножка выпячилась к земле. На всякий случай срезал, чтобы, ну, не замкнул плюс-минусом. И здесь вот припаял вот так вот комнатский провод по цветам, распиновкам. Всё аккуратно здесь проложил. Всё замечательно. Вот здесь вот держится в провод чуть-чуть на миллиметр потолще, чем у стандартной джойстика родного. И он вообще, как литой, если его двигать, тут намертво всё. То есть не сдвинется ни туда, ни сюда. Вот здесь очень крепко держится в этих вот заглушках провод. И ещё вот такой вот, как бы, длины трения не даёт проводу вылезти наружу. Что по поводу распиновки, вот по этим вот проводам и Компорту. Сейчас я немного вам объясню. Сначала я распиновку, как бы, узнал все, какие цвета проводов у Компску порта. У первого и у второго, потому что может быть не совпадать. Кабель может быть перевёрнутый и не совпадать пины. Но так как этот провод, он идёт одинаково к каждому пину, то есть по цветам всё нормально. И здесь я выписал вот такой вот список цветов по этому Компорту. Там первый, это у нас красный, второй оранжевый, зелёный, там жёлтый, чёрный и вплоть до коричневого корпуса. Десятый провод идёт вот как раз вот к корпусу коричневый. Но нам надо будет вот этот вот порт припаять вот сюда. Так, с чего бы вам показать. Ну, допустим, мы определили то, что куда, какой порт идёт. Если же у джойстика распиновка была совсем другая, вот. У джойстика вот идёт вот такая вот распиновка у порта. Второй идёт это Клок, третий Латч, четвёртый Дата. Седьмой идёт Земля и девятый идёт плюс 5 вольт. Но когда мы будем вставлять в Комуский порт, то вся эта распиновка у нас поменяется зеркально. То есть мы вставляем вот сюда. И расположение у нас тут же поменяется. Вот если у нас второй... Второй у джойстика идёт как бы Клок, то у Комуского порта перейдёт Клок вот сюда, вот на эту сторону. А Дата, четвёртая, перейдёт вот сюда. То есть если она была вот здесь вот, Дата, четвёртая у джойстика, то у Комуского порта здесь будет вот здесь. И также плюс поменяется местами. Если плюс у нас был у джойстика вот с этой стороны, то девятый номер будет плюс у Комуского порта вот с этой стороны. И земля вот будет уже вот здесь вот, а не вот здесь. Так что здесь всё тоже расписал. Все пины куда что идёт к Комуску порту при переворачивании. При переворачивании вот как раз вставления вот сюда вот самого джойстика. Вот, чтобы не перепуталось всё. Плюс земли, и всё было правильно. И ещё то, что здесь у нас изначально распиновка. Я смотрел сверху платы. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый. То есть плата была перевёрнута вот так вот сверху. И прозванивала там по джойстику, куда идёт там. Первый идёт в 5 вольт, второй идёт. Клок, лач, дата и пятая земля. То сейчас у нас платы перевёрнуты. И для того, чтобы подпаять, у нас меняется положение проводов. Если у нас, допустим, первый, вот слева направо, идёт плюс 5 вольт сверху, то снизу идёт уже. Наоборот, идёт земля уже. Идёт вот так, первый провод идёт у нас в фиолет, и вот справа налево идёт плюс 5 вольт. Вот. Потом идёт клок, лач, дата и земля. То есть всё чуть-чуть наоборот идёт. И вот мы уже потом припаиваемся наоборот последовательностью. Если бы я сюда припаял бы плюс, а сюда вот минус, то порт бы сразу сгорел бы, и всё, и джойстик бы не работал. Вот. И поэтому нужно быть очень внимательным, так как если перепутать припайки, вот, не сверху мы припаивались, вот как вот по этой схеме, а мы припаиваемся уже как бы снизу. И здесь немного расположение уже начинает меняться проводов. Вот. Так, ну в принципе, по распиноке так рассказал. Всё это нужно будет как-то расписать, наверное, ВКонтакте всё это выложить, чтобы более понятно было. И так что с распиновками нужно быть очень внимательным и аккуратным. Если что-то там плюс-минус перепутать, всё, нафиг. Спалить можно перед джойстиком. А то и денди. Ну, мне в принципе понравилось то, что всё аккуратно я сделал. Тут всё так вошло, всё замечательно. Тут по проводам. И осталось перейти к тестам приставки, как это всё будет работать. Ну вот, в принципе, вот такой готовый уже результат. Это вот такая вот денди с косичками. Видели хоть раз денди с косичками? Вот вам денди с косичками. Денди Джуниор 2. Ну вот, порт сам. Вот сам этот, как бы, порт. Вставляем джойстик. Вставляется, в принципе, хорошо. Очень удобно. Ещё можно вот как раз вот эти вот, если мешают винты, которые крепят ком-порт, их можно будет вот так вот открутить. И всё. И будет как бы компактно. Ещё. Без всяких вот этих вот. Они, в принципе, не нужны здесь. По сути, открутил, и получился вот такой у нас более компактный порт. Также можно будет вставить сюда. Это вот первый джойстик. Так. И вот второй джойстик. Сейчас тоже откручу. Ну, если нужно будет, хозяин сам этой приставки прикрутит. Вот он захотел вот это вот сделать. Я ему сделал. Так. И вот сейчас второй джойстик вставим во второй порт. Это у нас такие вот символские junior джойстики китайские. Вот такой вот сейчас картридж поставлю. 9... 999... А, 9 миллионов. 999999999 в одном картридже. Знаменитый картридж. Так. Это всё поставили. Подключили. Канал. Канал, канал. Сейчас включим телек. Нам надо AV-выход. Всё подключил. Сейчас я камеру перенастрою на телевизор. Тут у меня, конечно, вот бардак. Здесь вот видно. Вообще ужасно. Так. Аккуратненько всё сделаем. Да. Если кто хочет помочь каналу, у меня вообще вот олово закончилось. Можете там чуть-чуть поддонатить немножко. А то уже паять скоро нечего будет. Ремонтов тоже меньше станет. Если кто хочет поддержать, то, пожалуйста, поддержите. Так. Ну ладно. Сейчас я включаю Dendy. Так. Всё. Вроде как бы есть. Включаем. Вот такая вот у нас красивая заставка. Чайка у нас двигается вверх-вниз. Выберем сейчас танчики. Так. Нажимаем танчики. Так. Эх. Надо было на двоих сейчас. На двоих выберем. Чтобы проверить второй джойстик. Так. Ну, в принципе, первый уже как бы работает. Селект работает. На двоих. Ну вот. Первый сейчас проверяем. Влево, вправо, вверх-вниз. Так. Кнопка стрельба есть. Стрельба, стрельба, автострельба. Работает. Всё замечательно. Беру второй. Тоже вверх-вниз. Лево, право. Стреляет, стреляет. Автострельба. Всё работает замечательно. Сейчас нам прорвут базу. Так. Кепочку берём. Каску. Ну, в принципе, всё. Вот такой вот моддинг для Дэнди Джуниор 2. Так, всех мы тут сейчас поубиваем. Вот, звезду дали. Взяли. Смотались. Так. Старт, конечно, на втором не работает. Ну, всё. В принципе, вот такой вот моддинг получился. Такой вот Дэнди Джуниор. С такими вот красивыми портами. Теперь джойстики, как раньше, можно было отсоединять у первого Джуниора. А вот у второй Джуниора нельзя было. Теперь у второй Джуниора тоже можно будет любой джойстик подключить. Вот, не надо будет там джойстики отпаивать, припаивать. Воткнул порт и всё, и играй любым джойстиком. Ну, если, допустим, надо широкий, я думаю, тут можно какой-нибудь переходник с 15 пин на 9 пин. И можно будет широкие порты подключать. Ну, вот, в принципе, всё. Вот такая вот небольшая модификация. Думаю, по распиновке что-то будет понятно вам. Но я сделаю отдельно. Там более подробно, может, кто разберётся. Если кому надо, починь, там, припаять. Но нужно будет очень внимательно, потому что могут провода быть разного цвета у комнатского порта. И нужно будет прозвание с мультиметром, чтобы не ошибиться. Лучше там проверить несколько-пять раз, убедиться, что всё нормально. И как бы всё будет замечательно. Ну, всё. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, пишите. Будет приятно там ответить. Ну, всё. Всем пока.